Друзья, всем добрый день! Очередное видео на моем канале. Если кто-то впервые зашел сюда, хочу представиться. Меня Николай зовут. Я из города Санкт-Петербург. На сегодняшний день у меня 10 с лишним лет чистого времени, без употребления веществ, меняющих сознание и алкоголя. В свое время я проходил бесплатную реабилитацию в Ленинградской области и с тех пор остаюсь чистым. На своем канале я делюсь личным опытом выздоровления, какие-то даю советы, рекомендации, опять же, исходя из своих ситуаций в жизни, своего опыта, накопленного за это время. И снимаю интервью с людьми, у кого за плечами уже есть определенный срок трезвости, которые могут поделиться своими историями, своим опытом, которые смогут промотивировать тех людей, которые только встали на путь трезвости, или которые находятся сейчас в употреблении и ищут выход из сложившейся ситуации, из своего плачевного положения. Я категорически против употребления веществ, меняющих сознание. Вот такое вот небольшое вступление. В этом видео я хочу затронуть тему буллинга. Может быть, кто-то из вас, в принципе, скажет, да, какое отношение буллинг имеет к тематике зависимости. Сейчас, коротенько, там, в двух словах я постараюсь описать, как они могут взаимодействовать, как я столкнулся с буллингом в свое время, в подростковом возрасте, и вообще, что за ситуация, после которой я решил поднять эту тему. На днях, на странице одной из соцсетей, я наткнулся на пост, в котором рассказывалась история, где в школе подростки или подросток, ну, в любом случае, там, до конца мы не будем знать всей правды вот этого случая, избили мальчика, у него разбит нос, голова, по-моему, какие-то еще небольшие ссадины. Опять же, повторюсь, я исхожу лично из тех слов, которые я прочитал. В принципе, там, может быть, что-то преувеличено, что-то где-то скрыто, но это не меняет сути произошедшего. То, что произошло, я написал, я начал сразу же зачитывать комментарии под постом людей, что люди пишут, как они реагируют на данную ситуацию, и, признаюсь честно, я был поражен, я был поражен, удивлен, может быть, даже немножко обескуражен большинствами, не все, конечно, но очень много людей, по крайней мере, вот я там первых, наверное, 20-30 комментариев, там было очень много, очень много комментов, первые 20-30, они меня удивили, огорчили, потому что люди писали, и мужчины, причем и женщины, как бы, ладно, от мужчин я еще, ну, как бы неудивительно слышать, но некоторые женщины, то есть, такие были выражения, как воспитали тряпку, типа, вот, горе матери над своим детем, там, лепечь, это потом из него неизвестно, какая-то мямля получается, потом были такие слова, что вот, да, типа, типа, сам не мог постоять, значит, такой вот, такой вот мальчик, типа, либо сам провоцировал, либо еще что-то, ну, короче, в большинстве своем было осуждение всей этой ситуации, и, там, где-то даже переходило на какие-то оскорбления, я оставил свой комментарий, со словами, что люди, ну, до чего, как бы, мы стали жестокими, до чего мы стали жесткими, жестокими, что в данной ситуации мы сразу же, как бы, осуждаем мать, осуждаем ребенка, и какой-то поддержки или хотя бы понять ту ситуацию мы не хотим, вообще, какое мы имеем право, какое мы имеем право судить этих людей, которые, вот, попали в такую ситуацию, просто я могу рассказать из своего личного опыта, в свое время я жил в маленьком городе, в Казахстане, ну, он такой пропитан был криминальной средой, это было, сейчас это называется, там, АУЕ культура, у нас это, ну, просто, там, блатная романтика была, каждый старался быть, там, в теме подростки, походить на, там, наименитых воров, криминальных, там, авторитетов, ну, и, как бы, город жил вот такими порядками, и было, как бы, ну, это 90-е, да, это, к тому же, это было 90-е, у меня в семье такая была среда, что были разные моменты, было все хорошо, были какие-то периоды, когда было не очень хорошо, ну, подробностей я здесь рассказывать не буду, отца у меня не было с детства, с двух или с двух-трех лет я рос без отца, с мамой, с бабушкой, когда-то не хватало времени у них на воспитание, когда-то были другие причины, старших друзей, братьев у меня тоже не было, защиты какой-то опоры, кому обратиться, с кем посоветоваться, у меня не было, и рос я таким болезненным, довольно-таки, мальчиком, и вот это все, оно отложило такой отпечаток, у меня скопилось много комплексов, много было стеснения, страхи какие-то, куча страхов, в школе на этом фоне у меня там же такие же с девочками там, ну, какой, когда уже в восьмом, там, седьмой, восьмой класс, наверное, там, ребята там, да даже шестого класса начинали уже там гулять с девочками, встречаться, у меня даже таких мыслей не было, потому что я весь, весь был как сплошной комок каких-то комплексов, стеснений и всего остального, и страха для меня там подойти, к тому же и от девочек какие-то насмешки шли, и от парней какие-то издевки в школе были, и все это, конечно же, сложилось. И во дворе у меня была такая компания, очень такая, грубо говоря, бандитская, ребята, которые рано начали пристрастились ко всему запретному, я нашел друзей в другом дворе, в другой компании, и как так, типа, я от них как бы ушел, типа, я тусуюсь с другими, и на этом фоне они меня, ну, знали, как бы, что я одиночка, а там ребята были помладше меня, в принципе, как бы там, знаете, впрячься, прийти и разобраться там тоже не было, да и как-то, и меня периодически там тоже подлавливали, пару раз не доставалось, когда, вот, кстати, в одном из комментов кто-то там говорил, ну, вот, надо было сразу поставить себя на место, дать сдачи, и больше бы тебя не притесняли. Я могу сказать, все это ерунда. Был момент, что я решил дать сдачи, я решил дать отпор, после этого мне досталось очень хорошо, там был разбит нос, губа, мне досталось от родителей, где-то я скрывал, где-то просто там не обращали внимания, и все это, конечно, скопилось, все это привело к массе, к массе комплексов, и осталось где-то внутри меня. И вот почему сейчас я дошел до того, что как это может пересекаться с зависимостью. Вот эти вот комплексы стеснения, они в будущем, я опять же повторюсь не для всех, но я по моим наблюдениям могу сказать, что они, что из-за них я может быть, ну, это мои мысли, мое наблюдение, что может быть, по этим причинам я начал употреблять алкоголь, потом какие-то были там вещества наркотические, чтобы снять вот эти какие-то комплексы, страхи, быть более раскованным, и на этом фоне я раз-два попробовал, я увидел, что все, я могу быть другим, мои все страхи, комплексы и стеснения уходят на задний план, и я эхо, эгегей, все, погнали, танцы, клубы, дискотеки, тусовки, и вот на этом. Хотя, опять же, основная причина, я комментировал в комментариях, потом с разными людьми переписывался, отвечал на их, кому-то нормально с кем-то общался, с кем-то я просто сразу прекращал диалог, и я отвечал, что в принципе меня поменяла армия. Когда я пошел в армию, с армии я пришел совершенно другим человеком, то есть в армии вот эти все страхи, стеснения, комплексы, они куда-то, ну, они просто растаяли, растаяли, испарились, потому что это все-таки место такое, где одни мужчины тебя приучивают к дисциплине, к порядку, к каким-то более жестким таким, жесткому воспитанию, и находясь среди мужчин вот за эти два года, я все-таки понял, что можно быть другим, что можно не обязательно, чтобы быть модным, крутым среди девочек, быть каким-то качком и спортсменом, можно быть просто интересным, харизматичным человеком, и это все приведет к гораздо большему успеху, нежели ты будешь каким-то там спортсменом, качком или мачо. Так что вот к этому, ко всему, что, друзья, я хочу дать сразу же в конце просто совет, там, родителям, зависимым, созависимым, дабы не допустить вот этих всех ситуаций в школе, в его дворе, где-то в компании, чтобы ваш ребенок не был избит, чтобы его не притесняли сверстники, чтобы он не оказался на каких-то вписках, в компании, где мог бы попробовать вот эти все вещества запретные, старайтесь больше времени проводить с вашими чадами, общайтесь с ними, разговаривайте. Ваш ребенок должен видеть вас не только своих родителей, там, маму, папу, но и ощущать, видеть вас друга, брата, сверстника, товарища, с которым он может поделиться, с которым вы можете провести время. Никто не говорит, что нужно сразу брать, сажать ребенка, там, напротив себя и вести допрос. Аккуратненько, какими-то путями, там, где-то на какой-то прогулке, где-то на каком-то совместном времяпровождении, но нужно всегда стараться разговаривать. Увидели, ребенок замкнулся, увидели, пришел какой-то там, не знаю, потерянный, разговаривайте, общайтесь, спрашивайте, ведь вот только вот это все, оно поможет. Да, ситуации есть разные, бывает и это не помогает, но все-таки очень важно иметь постоянный контакт со своими детьми. Друзья, желаю всем трезвости, душевного покоя, любви в семье, здоровой обстановки, и чтобы ваши дети никогда не познали вкус запретных веществ и алкоголя. До скорого!